Здравствуйте! Я очень рад приветствовать вас. Я увлекаюсь рассказами, поэтому сегодня я хотел бы появиться с вами рассказом об одном замечательном мексиканском художнике, который сыграл в моей жизни важную роль. Его зовут Руфино Томайо. Я хочу рассказать о нем не только потому, что мне очень нравится его искусство, но это правда. Кого в Мексике не знает его арбузы, его арки и цвета, кого не знает его произведение «День и ночь», нарезовано на новом сцене Национального музея антропологии и истории Мексики. Не только из-за этого, еще я хочу рассказать о нем, потому что он был муралистом. Муралист значит художник-монументалист. Да, как и Ороско, как и Зикейрос, как и Ривера. А он отличается от других муралистов, которых писали о революции, о солдатах, о коммунизме. Потому что Руфино Томайо писал о народах, о мексиканских шиделях. Вот, пожалуйста. А еще у Томайо белые черные глаза, как оливки. Смоглая кожа, как бронза. Темные волосы, как черное дерево. Когда он был молодым, конечно. Он никогда не носил бороду, а носил гуаяверу, крестьянскую мексиканскую рубашку. Он был худим, а не очень высоким. Конечно. Прямо как и индейцы с апотека в Куахаки. Но ему не было неловко, как и многие люди. Почему? Нет. Он бежал об этом. И я думаю, это просто замечательно. Начну мой рассказ с того, как я познакомился с ним. Когда я был маленьким, родители вели меня в каждые выходные в музей. И однажды мы вошли в музей Руфино Томайо. Ой, как был хорошим днем. В этот раз у музея вела одним человеком, которым рассказывали сказки с картинами. И вот, тур начался. Мы остановились перед одной картиной. И человек начал рассказать фантастическую историю. Я был очень рад. Когда тур закончился, мы приехали домой. Я уже забыл историю, рассказанную человеком. А не картину. Я не забыл картину, которую мы смотрели. Её зовут Трубадур. Конечно, эта картина Руфино Томайо. И за его я начал интересуюсь мексиканским искусством. Раньше меня только интересовала европейская искусство. А когда я начал Томайо, я начал, да, это правда, катастрофу, кровь и тьму. А ещё я начал взбета жизни животных. Это его двойственность. День и ночь. Жизнь измерт. А сейчас, я расскажу немного о жизни и деятельности Руфино Томайо. Руфино Томайо. Его полное имя, Руфино del Carmen Arianez. Родился 25 августа 1799 года. Вpla их столь доручиском в центре Иуахаки, Мексика. Окола церквизвятава Доминге. Его отец. Мигель Игнасо де Йесус Ариганес Саведра Наварро. Бил запашникам. Амат. Флорентин Атамайо. Билаш биой. Они оба редилизз Вуахаки. И оба были индейцами запотеков. А что случилось? Почему мы говорим о Руфину Тамайо и не о Руфину Орелянезе? Ну, его родители развились в 1904 году. Молодой человек начал жить с матерью и решил взять ее в семье. К сожалению, мат умерла в 1911 году. Он должен уехать из Уахаки в город Мехико, чтобы жить с тетей. Сначала он хотел стать музыкантом, а когда он пришел в Мехико, ему так понравилась колониальная архитектура, что он изменял мечту. И как он не реализовал плохо, он решил, что он будет стать художником. Об этом он и сказал, что его глаза вдруг открылись. В 1927 году Тамайо начал учиться в Академии Сан-Карлоса, в столице Мексики. А в 1921 году он покинул школу и начинает работать как иллюстратор в Национальном музее археологии, истории и этнографии. И в 1926 году случится его первая выставка. Ее прошло успешно. И он будет шипет два года в Нью-Йорке, где знакомится с модернизмом в искусстве. В 1928 году он приехал из США и начал работать как профессор в Национальной школе изящных искусств. В 1932 году Тамайо был назначен директором Департамента пластических искусств Министерства народного образования. В 1933 году он написал его первую монументальную работу для Национальной консерватории музыки Мексики. «Ил канты и ла музыка», «Песня и музыка». В 1932 году он получил и принял приглашение преподавать в школе искусств Дальтона в Нью-Йорке. Переехал в США, где он оставался почти 20 лет, где он продолжал учиться. Со второй мировой войной и атомной вомбой, его взгляд на искусства очень меняется. Сейчас мы смотрим грузных атмосфер на многое из воспроизведений. Например, в 1941 году художник пишет один из самых известных работ «Анималес», «Животные». Эксперты говорят, что эта картина символизирует вторую мировую войну. «Соваки» — это ненависть, война. «Красные» — это кровь и кости. Кости были мертвыми солдатами из-за войны. В 1943 году Тамайо пишет свою первую полностью абстрактную работу «Ла натуралеса и ла артиста» — «Природа и художник». В 1949 году Тамайо перешает в Париж, где живет до конца 50-х годов. В этот период рассматривается во всем мире как известный художник 20 века. Потому что это самая продуктивная художезвенная эпоха Тамайо. Это когда он начал вязать фрески, а в Мексике, как и в других странах. Среди работ, которые были написаны Тамайо, выделяются следующие. В 1953 году — «Эль омбре» — «Мужина» — для музея «Скулз» Далласа. В 1956 году — «Америка» — «Америка» — «В Хьюстоне США» — «Его самое большое произведение». В 2015 году — «Прометео» — «Прометео», 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 «Для Библиотеки» — «Университет» — «Пуerto Рико». В 1915 году, в 1915 году, был в Монументальный Новый Фреск, который был в УНЕСКО в Париже. Прометел, привлекающий огонь к людям. Прометел и начать с нами. В 1916 году, в 1915 году, закончил Фреск, день и ночи, день и ночи, для Национального музея антропологии и истории Мексики. Эта картина символизирует войну, борбу, между ним, пернаты и змей, и ночью, тигр. В 1967 году и 1969, это время его последних монументальных работ. Он написал фрески для мексиканских павильонов на всемирной монстральской выставке. Вот, «Л Мексикану и Зумунду». Мексиканец дьебу мир. И на Международной ямарке в Сан-Антонио, штат Техас. Вот, fraterнеда, братство. Сейчас я расскажу немного, чуть-чуть, о собственной семье Руфино Томаю. В 1934 году художник сиделся на Ольге Флорис Рибас. Она его муза, с которой он будет жить до конца его жизни. У них не было дети. 24 июня 1991 года Руфино Томаю умер из-за сердечного приступа. Ему было 91 лет. Большое спасибо всем за внимание. Надеюсь, что рассказ вас заинтересовал, что вам понравилось. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, спроживайте. Я постараюсь заметить на них. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...